То, что я расскажу, изменит вашу жизнь 226 миллионов просмотров Миллион человек на меня подписал с одного этого видео Благодаря ТикТоку за последние полгода я сделал примерно полмиллиона доллара За эти 5-10 минут в день, вот всё это и сделал Работал в онкологии, в хирургии, в операционном санитаре, в эксцентной хирургии Если у кого-то нет криптопроектов, это новичок, он только приехал в Дубай, скорее всего Ты ж мне денег должен У меня 15 миллионов рублей долгов Где-то лет в 13 мне искренне не хотелось жить Если я сегодня проснулся, значит я не умер И у меня всё ещё есть возможность кем-то стать Реально Никогда я начал радоваться, потому что проснулся Если поел вообще классный твой лучший день В комнате нет ни туалета, ни душа И я верю в то, что когда я вернусь с космоса Мы сегодня были в психиатрической клинике Но он в крае, короче, обезумел Серёжа, он всё знает, он всё лучше Это Анар Знакомьтесь, ребят Я до этого видел твои видосики Вот эти вот Тиктоки С деньгами Подожди, как это лицо? Да, вот с этим лицом Но это можно закончить Ну короче, видос, где очень много денег Я вот сейчас специально открыл тикток 226 миллионов просмотров 226 миллионов Типа, а есть вообще русские какие-то тиктоки Которые столько, ну, у русских людей У кого-то, у СНГ Не могу сказать, но у меня есть Reels В Инстаграме Он точно самый популярный в СНГ Там 100 Там вообще пипец статистика 110 миллионов, да? Да, но для Reels А мы увидим, если я так сделаю? Чтобы вы просто понимали, как бы О чём речь И что самое прикольное, что Сейчас Что это видео я так быстро снял Ну, не знаю, секунд 20 Всё, и пошёл дальше работать Выложил, а оно просто взорвало А Инстаграм покажи? А вот на Инстаграме Ну вот, 110 миллионов просмотров 617 тысяч самолётиков Ну, типа, переслали Репостов, да 617 тысяч Миллион человек на меня подписалось С одного этого видео Миллион человек в Инстаграме подписалось? Да, миллион человек в Инстаграме подписалось Всего лишь с одного этого видео Какой пипец Так, и у тебя в Инсте Короче В Инсте 2,1 сейчас 2,1 миллион А в ТикТоке 16,3 миллиона Почему, короче, вообще Мне это интересно, да, эта тема То есть, мне интересно Очень сейчас тема ТикТока Вообще очень И я, на самом деле, уверен Что всем абсолютно Она станет интересна Когда мы её раскопаем поглубже Потому что кто-то думает Что ТикТок не для них То есть, кто-то считает Что ТикТок это просто какие-то дети Которые, как бы, нахер никому не сдались Как бы, там нет денег Там нет ничего Что это просто Ну, и я, честно говоря Сам так относился раньше Типа, 2 года назад Мы начали снимать ТикТоки Но как-то не зашло Я сделал там 100 тысяч подписчиков Типа, и то там Я заливал трафом из Инстаграма Там, ребята, разыгрываем Там, что-то такое Я думаю, бля, какая-то херня, короче Я там с детьми что-то снимаю Короче, что-то не то Вот Вот, короче Поэтому мне это интересно Сейчас стало Когда я разобрался вообще Я съездил Блин, извини Что я тебе не даю сказать Но сейчас Анар будет говорить Не, а вообще, короче Тема подкаста в том, что Я имею право теперь говорить Потому что раньше я брал интервью На интервью ты только слушаешь, короче А сейчас ты можешь говорить Поэтому я, короче, сейчас обосную Почему мы сейчас О чем мы будем говорить Чтобы вам было точно Как бы до конца интересно посмотреть Я был в Штатах И там я разобрался Как работает вообще сейчас Вот мировой медиарынок Да, что Номер один по трафику в мире ТикТок Вот номер один Это единственное приложение Где есть органический трафик То есть вы Без денег Без вообще Вот просто без ничего Можете начать выклад видосики И они будут залетать На миллион, полтора, два миллиона Подписчиков И я сделал сейчас свой ТикТок И вот у меня там уже Они залетают там По миллион и полтора Но пока не 220 Вот Ну и, короче, мне интересно Как прийти туда И самое еще главное В начале, да Мне интересно Что происходит в твоей жизни Когда у тебя 16 миллионов подписчиков В ТикТоке То есть как она Какой она становится Я знаю, какая у тебя история Там долго О ней тоже поговорим Но скажи, давай для начала Вот у тебя там Сейчас 16 миллионов подписчиков Супер популярные видосы Как выглядит твоя жизнь Для начала чуть назад От того, как ты смотришь на вещь Тем она для тебя и становится Для человека Если человек смотрит на ТикТок И думает, что это Типа приложение, где нужно танцевать И так далее Или если он смотрит на ТикТок И думает, что это Какая-то херня Для него это так и есть Я когда слышу ТикТок Я слышу только одно ТикТок это приложение Которое способно сделать меня Популярным на весь мир Единственная мысль Которая есть в моей голове Когда я слышу слово ТикТок И оно для меня этим и стало Это очень важный момент Все люди Чем бы они ни занимались Они могут учить кого-то Они могут быть самотологом Кем бы они там ни были Они все ищут клиентов ТикТок Это возможность Бесплатно найти себе клиентов Там не надо только танцевать Лента рекомендаций Просто эти люди На самом деле не понимают Что это отражение Их самих Потому что Лента рекомендаций Формируется под человека Под его интересы И они заходят Залипают на то Что они там видят И думают Что там есть только это Но это неправда Там есть очень много Там стоматологов Юристов Музыкантов И так далее И у кого-то Лента рекомендаций Реально выглядит таким То есть она формируется Под человека индивидуально То есть это Очень умная система И если человек считает Что ТикТоки только танцуют Наверное на самом деле Ему нравятся очень сильно танцы Вот И он Чаще всего И он ставит лайки на танцы Поэтому танцы ему появляются Либо удерживал свое внимание на это Из-за этого ТикТок Кажется Что ему это нравится А он ему выдает это По жести Вот Но Это исходит от него самого У меня два подарка Я вообще Прикинь Первый раз в жизни Я сейчас Что-то такое Зашел в торговый центр И думаю Блин Хочется купить подарок Никогда Вообще никогда На одном интервью Не дарил никому подарки Вот И короче Я решил подарить Сделать два подарка Короче Смотри Один тебе Один подписчикам Выбирай Какой тебе Какой подписчикам А давай оба подписчикам Не-не-не Давай Нет Один мне Да Один тебе Ну тогда ближний Ну давай Открывай А я открою Это для подписчиков Ты можешь Я попробую угадать Что там Давай Там либо Там парфюм Нет Ну ладно Тогда открою Так Там коробка В коробке Коробка Вот смотри Так Короче ребята Это вам На самом деле Это крутая штука Которую Я вот честно Хотел себе оставить А потом дома Ладно Так Что же тут Можем еще раз Попробую угадать Анпакинг Ну давай А тут какой-нибудь Браслет Ну тут просто На самом деле Это похоже На то Что там Давай Открывай Так Еще раз Надо открывать Тут мешок Мешок в коробке Так Что-то типа Цепочки браслета Походу Это так и есть Короче Смотрите Вот эта штучка Будет лежать здесь Во время подкаста А в какой-то момент Я ее покажу Офигеть Офигеть Что там Охо Ну мы в конце Подкаста Наверное Это не покажем Давай Давай Это просто жесть Это сразу нельзя Показывать Да Офигеть Как они это сделали Дело в том Что вас окружает Людя И окружают Другие люди И они пробуют Что-то в тиктоке И по-своему На него смотрят Из того Что человек С ними общается С этими людьми То они Допустим Забивают его голову Тем что Допустим Там танцы Или там тяжело Там не получаешь Там не залетает Еще что-то И он начинает В это верить Вера Сильнейшая вещь Всего лишь Маленькая вера Способна Творить чудеса Когда она Подкрепляется Тем что Что вы хотите Старайтесь Не слушать То что Думают Или говорят Другие вам люди Человеку Нужно осознать Что он совершенен В той форме В которой он есть То есть Внутри вас все есть И вокруг вас все есть Если вы посмотрите На тикток Это же реально Это просто приложение У вас в телефоне Очень много приложений Самые разные Очень важно Не возвышать Одно перед другим И не вознижать Одно перед другим Почему тикток Хуже чем То приложение Которое вы пользуетесь Или почему лучше Оно просто Такое какое есть И оно просто Дает возможности То или иное приложение Дает людям возможности То есть Уберите Ну все эти Лишние мысли Которые реально Очень мешают Посмотрите На то Как все на самом деле Лишние мысли Ты имеешь ввиду Вот эти оценки То есть люди такие А тикток Это вот это Или там инстаграм Это вот Это короче То не то Это Ага Что-то кому-то подходит В этом мире все есть как спектр выбора И все это разное И кому-то это нужно Не факт, что человек чем-то пользуется Думает, что это классно Для него это классно И классно, что он это нашел для себя Что-то смотришь, что это плохо А для другого, допустим, именно это и нужно Каждый тут находит свое То, что ему подходит Поэтому нет смысла говорить, что это хорошо, плохо Каждому что-то подходит Для меня TikTok это приложение, которое способно сделать меня популярным на весь мир Я использую это как возможность У меня была достаточно непростая жизнь И TikTok сильно изменил мою жизнь Давай смотри, давай, что сейчас есть И сейчас, как сейчас Как ты живешь? Благодаря TikTok за последние полгода Я сделал примерно полмиллиона доллара Ты заработал? Да, причем в России у меня ничего не приносил То есть ничего не приносил, абсолютно ничего То есть в России мне говорили Зачем ты это делаешь, что тебя никто не знает То есть в России меня никто не знал То есть с моим TikTok То есть это была аудитория, которая где-то в другом месте Сколько там было подписчиков? Ну где-то было уже миллионов 13 На тот момент И ну это словно ничего было То есть это абсолютно там никак не чувствовалось Я помню, я полетел первый раз в Доминикану И это было там полтора года назад примерно И я смотрю, меня узнают люди Думаю, прикольно Вот А потом я полетел первый раз в Дубай Тоже где-то вот год назад Я хотел залезть на крышу Будж Халифа Ты видел, как Вилл Смит залазил? Я тебе покажу, видел, что он прямо на штиль залез И у меня в панах тоже это сделать Пока в процессе Это очень непросто Там был всего Вилл Смит Этот Сейчас тебе покажу Это просто Вот если ты туда залезешь с футболкой Эмази Эмази узнает весь мир Это самая высокая башня в мире И он там стоит Присел Еее Да, это очень классно А что, насколько реально туда залезть? Я знаю точно, что реально Но пока Пока не получается Пока в процессе Пока в процессе Не надо еще подрасти Да, то есть, давай Значит, ты прилетел в Дубай Далее прилетел в Дубай И смотрю, меня тут начали узнавать И тут, короче, я это первый раз ищу Прямо гораздо больше, чем было в Доминикане Я такой, интересно И тогда я задумался Потому что мне нужно переехать в Дубай Я вернулся далее в Россию Там работал, продолжал И никто так же меня не знал И вот Восемь месяцев назад я переехал в Дубай Вот И просто начал ходить на ивенты И вот очень большое количество знакомств приобрел И так далее И там летал недавно в Сингапур Тоже на Формулу-1 И там меня узнавали То есть, я понял, что Эти люди, они есть, они существуют Да, просто Просто они в России находятся Они просто находятся, короче, в других странах Да, то есть, ты, короче И мне стало как-то, да, легче Я думаю, супер Окей, подожди То есть, ты заработал 500 тысяч долларов За последние полгода Как я понимаю, что мы сейчас находимся где? В офисе? В офисе Велос Это офис Велос в Дубае Велос – это криптовалютная компания Это блокчейн Это блокчейн Крупный, да Самый быстрый блокчейн в мире Да, я посмотрел Генеральный партнер Феррари Топ-250, криптовалют По капитализации И, да, они спонсоры Формулы-1 Ну, короче Феррари Ой, Феррари, да Что ты делаешь в Велосе? Почему мы здесь? Мы начали работать месяц назад У нас были переговоры около трех месяцев Вот У нас это у кого? Это ты? У меня с Велосом, по сути С Фархадом Типа, чтобы тебя подписали на бренд? Нет, мы изначально очень классно сошлись Просто они очень часто были в перелетах И это все как-то тянулось, тянулось, тянулось Но мои идеи им изначально очень сильно понравились И они в целом сразу согласились Просто до момента, когда от согласия все перешло к старту реальному Вот за него это примерно около трех месяцев То есть согласились, чтобы что? Чтобы ты стал лицом компании? Нет, помимо того, что там амбассадор и так далее Я занимаюсь маркетингом То есть я очень хорошо разбираюсь Не то, чтобы очень хорошо Я что-то знаю в маркетинге Что-то там понимаю Я умею делать, допустим За последние полтора года я сделал пять миллиардов просмотров То есть для меня все просто алгоритм Я понимаю, как создавать виральные видео Как что-то сделать популярным То есть что угодно абсолютно Я использую там Я могу сделать реально что угодно популярным на весь мир Просто использую какие-то вспомогательные инструменты Я подаю заявку Да, кстати, об этом поговорим потом Потому что ты мне дал прикольную идею Я хочу ее под раскрутить Ну, как бы сейчас обсудить Но чуть попозже Хорошо То есть, короче, ты заработал денег Ты в, как получается, амбассадор Я очень важный момент Я занимаюсь с маркетингом Велос Да Сколько тебе платят? Вот я примерно скажу Да Там очень сложная математика Мы еще над ней работаем Вот Далее денег-то сколько? Я примерно это объясню Чтобы вы понимали В Дубае супер насыщенная история с криптопроектами Это просто какая-то лютая концентрация Я до этого вообще особо ничего Я до этого только слышал Крипта, крипта Ну, просто как-то вот краем уха слышал Что что-то там люди делают Но Я понял, насколько это жестко Когда приехал в Дубай Когда я тут познакомился С кучей самых разных людей Увидел, как они живут Что они делают Послушал их истории И я понял одну вещь Вот знаете Раньше люди распачивались золотом и серебром Прямо реально золотом и серебром И не верили в то, что появится бумага Вот Прошло там какое-то время И появилась бумага Люди начали распачиваться бумагой Золото и серебро исчезло Ну, в том виде, в котором они распачивались То есть Начали пользоваться бумагой И не верили в то, что появится там банкинг Появился банкинг Вот Бумагой стали чуть меньше пользоваться Начали все вот онлайн Онлайн И сейчас примерно похожая история Появилась криптовалюта Из того, что люди не понимают Что это такое Они Так сказать Осторожнее чеют И я был таким же То есть я из того, что не понимал Не было того, кто мог мне это нормально объяснить Я как-то туда и не вникал Вот А тут невозможно не вникнуть Дубай просто Если у кого-то нет криптопроектов То это То это новичок Он только приехал в Дубай скорее всего Кажется Поднимите руку у кого-то криптопроект Такая-то, знаете В Сауду Вот Очень много И я начал общаться с ними И погрузился в это сильнее И далее, короче, мне вот реально Очень много криптопроектов Мне предложило в них войти Но я Ни в один из них не вошел Для меня, короче Вообще то, с чем я живу Это вся моя жизнь Будет посвящена тому, чтобы Как-то помогать Так сказать, человечеству Людям То есть у меня там Моя основная цель Передать мои знания Ста миллионам людям И для меня супер важно Не навредить человеку Very important for me И Из-за этого Очень много проектов Мне предлагали Я боялся Ни в один, ни в один Причем предлагали Там и Карлму То есть такие очень Интересные То есть они в мире крипти Достаточно известные люди Вот Я единственный С кем согласился Это с Велосом Просто потому что Они генеральный спонсор Феррари Сейчас объясню У Феррари Есть история И она гораздо больше Чем моя То есть там есть История бренда Там сила какая-то И так далее И у них есть Компайнс Компайнс это типа Служба безопасности Вот Которая скорее всего Как-то ну Гораздо больше чем моя У меня ее нету Никакой службы безопасности Абсолютно Она больше чем ничего Я только Бог защищает И все У меня Бог в службе безопасности У меня Бог в службе безопасности Все по его воле Происходит в моей жизни И Да и Поэтому я вот как-то Так и посмотрел Звесился И понял что вот Феррари рискнули Я в целом тоже готов Я тоже готов И для меня это примерно То есть я видел В этом что-то Вот Какой был вопрос Денег сколько? Денег Вот Мы вот месяц назад начали До нового года Мы договорились Ну там в районе Трехста тысяч Выходит Тридцать тысяч долларов Триста Триста тысяч Триста тысяч долларов Это за три месяца Это за три месяца Да Но это не основное Это так Так сказать Для того чтобы за это время Я смог Построить Ту идею Которую я продолжил Потому что Они также готовы Преспонсировать мой альбом Осу Спейс А там речь идет О более десяти миллионов долларов И Да Сейчас погоди Тебе платят Триста тысяч За что? За то чтобы Я мог свободно И спокойно Направить свой фокус Внимание На то чтобы построить Ту идею Которая есть в моей голове Маркетинговую Для Велоса Для Велоса Да Ага То есть они короче В тебя проинвестировали Условно Типа они в себя Проинвестировали Но в себя Как бы Если эта идея сработает А я очень верю в то Что она сработает Так Ну давай тогда Идеи И до этого Мой опыт Я до этого Я вам чуть раньше Так расскажу Я до этого Занимался Я помогал Гусейну Гасанову Знаете Когда у него было Примерно 15 миллионов подписчиков Так сказать Я появился И примерно В районе двух лет Мы проработали Вот там Я бы сказал Там Его тикток Там на 80% Это вот я сам сделал То есть Практически с нуля То есть у него была инста Но особо не было тиктока Тиктока вообще не было Практически Там было там супер мало Около 300 тысяч Вот Я подхватил Нет Знаешь как это было Я бы не сказал Что он ко мне обратился Я жил в доме у друга У Дината И поймал Развать его Помогал Развать Да С ним жил У него в доме жил То есть там был У меня такой период Давай Лан Еще раньше расскажу Давай Смотрите Я родился в Усилимске В Сибири В 4 года Сколько лет сейчас Мне сейчас 27 Недавно исполнилось 22 сентября Я родился в Усилимске В Сибири Это Там холодно Далее Где-то в 5 лет Мы переехали в город Тольятти Это где ладу делают И В Тольятти Знаете как я рос Я вам расскажу историю Она очень сильно На меня повлияла Каждое утро У меня отец был Очень строгий человек Прямо супер строгий человек И знаешь Вот каждое Вот 7 лет Каждое утро я просыпался И не дай бог Его туфли были не мыты Он просыпается И видит Если его туфли не мыты Он меня очень сильно ругал Не могу сказать на сколько Но это было очень сильно В 9 лет Он меня учил Завязывать галстук Знаешь как это было Он завязывает галстук И говорит Повтори Я беру Пытаюсь завязать У меня не получается Он меня очень сильно ругает А потом Берет галстук Опять его завязывает И говорит Повтори И вот так за 40 минут со слезами научился связать галстук. В 10 лет я научился, я уже печатал его рапорта. Он мог приехать в любое время дня и ночи и сказать, печатай рапорт. Я печатал их. И не дай бог я там ошибаюсь. И далее, где-то лет в 13 мне искренне не хотелось жить. Реально. Но любовь к маме, это что-то, знаете, супер противоположные вещи. Это прям как огонь и вода были. Невероятная любовь. Просто какая-то бесконечная, безвозмездная любовь. Именно это держало меня в то время вообще здесь. И всегда я все это делал ради того, чтобы маме помочь. Чтобы оправдать ее какие-то ожидания и так далее. Потому что я понимал, кем бы я, вот знаете, реально я думал, кем бы я не стал, отца это никак нет. Не удивить. Потому что его было ничем не удивить. То есть он растил конкретного магу, который, не знаю, куда угодно отправь, выкинь, и он там выживет и еще все приручит вокруг себя. А почему-то в 13 лет ты не хотел жить. Да, потому что тяжело было. Представляешь, что дома находится человек, и ты понимаешь, что ты придешь домой. И я не мог чем-то заниматься, чем я хочу заниматься. Это невозможно. То есть ты делаешь только то, что он считает правильным делать. То есть ты не можешь свободно посмотреть фильм, потому что это безделие. И то есть надо чем-то заниматься, развиваться и так далее. И мне было непросто в таком режиме, скажем так, находиться. Школу я не особо любил, но это было чуть лучше, скажем так. После школы даже я сразу домой не шел. Я прямо в костюме играл в футбол во дворе и так далее. Потому что если я поеду домой, не факт, что я оттуда выйду. Поэтому в компании не то, что меня это, но то, что мне... Звучит, блин, вообще жестко. Ты понял, да, в каком смысле? То, что меня там чем-то загрузят, скажем так. Да, загрузят. Вот, окей. Короче, дошлось все до того, что в 15 лет я понимал, что мне надо идти, все. Работать, не знаю, чем-то заниматься, чтобы я сам себя там содержал. И вот как-то мог дальше двигаться. То есть, чтобы он видел, что я сам зарабатываю. Я 15 лет, я единственный человек в Тольятти, кто в 15 лет работал в онкологии, в хирургии, операционным санитаром, в экстренной хирургии. Я вам покажу сейчас фотографии. То есть, с 15 до 18 лет, на протяжении 3 лет. Ты работал в онкологии? Да, я работал в онкологии, в хирургии, в экстренной хирургии, операционным санитаром. Вот так я выглядел. Я в синем? Вот так. Я в синем, да. И, то есть, да, я видел, не знаю, тысячи операций. Я видел в самом разном состоянии людей, в самой разной национальности. Знаете, у меня уровень эмпатии был настолько развит, что я заходил в помещение, в палату. Я просто по одному взгляду на человека понимал, в каком он состоянии находится. Далее я построил медицинский универ в Ульяновске. Через полгода ушел оттуда, потому что это меня не делало счастливым. Я вернулся в Тольятти, устроился в банк, обычно просто возле банкомата стоял, помогал людям пополнить карту, что-то с ней сделать, что они хотят. И четыре месяца там проработал, понял, что вот я помню ночь, я прямо сижу около трех-четырех утра, я сижу и понимаю, что это не то, о чем я мечтаю. А я мечтаю супер рано, то есть с самого детства у меня постоянно мечты, 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 то есть я очень много мечтаю с самого детства. И я сижу и понимаю, что это прямо вот, я там зарабатываю 20 тысяч рублей в месяц примерно. Кстати, в онкологии я зарабатывал 6 тысяч рублей в месяц, то есть мне там платили 6 тысяч рублей в месяц. А это супер непростая работа прямо, то есть я надо приходить туда к восьми, готовить операционную, потом весь день ты там находишься, куча операций проходит, потом надо мыть все эти инструменты послеоперационную, потом надо отмыть всю саму операционную, вот, и это непросто было, но это очень классный опыт. Да, далее я сажусь и понимаю, что вот это не то, о чем я мечтаю, мне надо в Москву. И так я решил, что все, я переезжаю в Москву, на следующий день утром прихожу, родителям говорю, я еду в Москву, там буду работать, там буду развиваться. Отец мне говорит, если ты едешь в Москву, ты мне больше не сын. И следующие полтора года он со мной не общался. То есть через день я уехал в Москву, и следующие полтора года, ну, представляете, я не знаю, там поздравляю с днем рождения, что-то пишу и так далее, тебе просто не отвечают. Тебя словно нету. Я уехал в Москву абсолютно один, у меня было, я продал коляску сестры за 14 тысяч рублей, она уже просто ей не пользовалась, она выросла. Я, наверное, взял бабу-акар за тысячу рублей и поехал в Москву. Вот. В Москве я устроился в Альфа-банк, там я очень классно проработал, стал одним из лучших сотрудников, там дошел до вип-менеджера, видел весь чемпионат мира по футболу, который был в России, я был акритонан на него от Альфа-банка, Альфа-банк был спонсором. И далее у меня так все классно получилось, что я решил, что все, я могу делать бизнес. И где бы я ни работал, чем бы я ни занимался, точнее, где бы я ни работал, я всегда приходил домой и занимался музыкой, там, пытался что-то монтировать, я всегда этому учился. То есть я каждое утро ехал на метро примерно час лишним с мыслями о том, что я это делаю, чтобы больше никогда этого не делать. И в какой-то момент все, я смог уволиться и открыть, типа, музыкальный лейбл свой. Я решил сделать музыкальный лейбл, потому что, ну, продюсировать других артистов, потому что на тот момент я не считал, что я могу, там, нормально пою еще, чтобы себя продюсировать, развивать. Поэтому я начал развивать других и, там, нашел инвестиции, начал развивать неизвестных артистов. Если коротко, проходит два года, у меня 15 миллионов рублей долгов, я живу в маленькой комнате с артистами, ежедневно на меня очень большое давление, представляете, пацан, который 20 тысяч рублей, там, зарабатывал, ладно, он переехал в Москву, там, сколько там, 100, 150, потом начал зарабатывать. И потом у тебя, грубо говоря, там, дошел до того, что у тебя 15 миллионов рублей долгов, и, там, на тебя ежедневное давление, очень много людей тебе звонят и угрожают, там, самыми разными вещами. Откуда 15 миллионов долгов? Вот, вот, накопилось так. То есть, музыкальный рынок, ну, ты, ты вкинул, знаешь, сколько стоит, допустим, трек, там, там, на Таргет, там, знаешь, у меня, из того, что опыта не было, я, там, по 300-400 тысяч на Таргет, трек. То есть, ты брал деньги у каких-то чуваков? У самых разных людей, вот один из них сидит. Больше всех я у него взял, 5 миллионов рублей. Ну, для него это классно все развернулось. Ну, сначала было супер неклассно. На протяжении... Короче, брал деньги, перекрывался, им что-то отдавал там, да? И эти деньги тратил на то, чтобы продюсировать артистов, чтобы сделать их популярными. Да, да. Писать им треки, какие-то клипы снимать, что-то такое, да? А что за артисты какие-то? У меня, кстати, еще была очень жесткая черта, которая чуть менее... Всю вот основное, что она отгубила, не только она... У меня была куча жестких черт. И основная суть вообще вот этой истории... Короче, вот у меня была черта, одна из черт. Я еще в Толятти увлекался этим, ставками. Я делал ставки на спорт. Реально. То есть, я их не рекламировал никогда. Но я сам очень много ставил. То есть, я сам очень много ставил. То есть, у меня там пару раз получилось, так сказать, выиграть. И вот эта фигня в подсознании сидит, что ты можешь, типа, выиграть. Вот эти легкие вещи. И я это делал. То есть, я бы сказал, что я был болен. То есть, знаешь, лет восемь, короче, подряд я занимался ставками. И именно они очень сильно меня губили. И, короче, когда у меня все дошло до пика, пиком я называю день, когда вот... У меня в комнате нет ни туалета, ни душа. Кучу, там, угроз. Мне надо кучу денег возвращать. И мне надо все равно еще как-то что-то добиться. Потому что, знаете, был момент, когда даже тысячу рублей тебе никто не даст. И ты сидишь и понимаешь, что... Да нет, ну ты же не можешь все это сделать. Ну, типа, это не может закончиться все так, что, типа, все они правы, и ты, вот, типа, это, не справился. То есть, для меня это было... То есть, короче, у меня все сводится только к двум вещам. Если я сегодня проснулся, значит, я не умер. И у меня все еще есть возможность кем-то стать. И тогда я понял, что земля одинаковая для всех людей. Но люди живут на ней супер по-разному. И это связано с тем, что происходит внутри них. И тогда я спросился, какой я такой человек, что моя жизнь такая. Я перестал кого-либо винить. Перестал на кого-либо злиться, обижаться. Я понял, что мне надо изменить себя изнутри. И я начал очень много времени... Если вы хотите, чтобы что-то поменялось во внешнем мире, что-то должно поменяться внутри вас на самом деле. И это самое главное. Чего бы вы не хотели в своей жизни, сделайте это внутри себя. И я начал просто создавать нового человека. Абсолютно. Я просто начал его стирать и создавать другого человека. То есть для меня стало исключительно важно только говорить правду. Это супер важная вещь. Говорить только правду. Это так легко. Не надо ничего в голове держать. Что может быть проще? Тебе не нужно ничего помнить. Ты просто говоришь правду и все. И чем более пустая у вас голова, тем более вам проще. Потому что каждый новый день у вас реально новый день. Люди просто воспринимают свой новый день как должное. Но в один из этих моментов и дней у вас следующие не наступят. И люди это не совсем осознают. То есть если я сегодня проснулся, это вот достаточно для того, чтобы я был счастлив. Уже с самого факта того, что я сегодня проснулся, я знаю, что сотни тысяч людей в мире сегодня не проснулись. А мне дали эту возможность. Разве этого не достаточно вам для того, чтобы быть счастливым? Фундаментально. Ведь у человека, если человек еще осознает, что у него по природе своей только желает, а у него бесконечное количество желаний, то это его не делает счастливым. Быть счастливым – это просто выбор. Я научил себя быть счастливым, любящим, благодарным, спокойным каждый день. Это то, каким я должен быть и каким я должен работать, взаимодействовать с другими. Слушай, вот это очень интересно, потому что прямо это, знаешь, типа такое. То есть, короче, люди такие сейчас, ну как мне кажется, и я тоже, знаешь. Типа что-то было, 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 было. Что-то там не очень. Потом бабах, короче, и ты такой, я все понял. Типа я благодарный, я там вот это все. Что вот, давай так, что, вспомни вот этот день, когда это произошло, как это было. Полный крах когда или когда что-то начало? Да, когда полный крах. Я тебе хочу видос показать. Давай. У меня есть видос, это вообще легендарное видео. Так, смотрите. Март 16-го, 2020. Вот это вот полный крах. У меня нету, тогда еще не было, тогда еще не подписчиков, то есть ничего этого не было. То есть, все, что у меня есть, это 15 миллионов долгов. Вот эта комната, в которой я живу. И все артисты из моей комнаты, они мне просто написали запишку и ушли. Просто кинули меня. В смысле? В этот день все... А, ну покажи. Да, я приехал в офис и, ну, домой я бы сказал на тот момент. И там нет. Посмотрите. В офис своего музыкального выбора, где мы жили. И примерно вот так выглядит крах. Мы тут писали треки, мы тут жили. Эти вот. А в одном диване с ними спали. Осенью не тут жили, артисты. Ели только доширак, очень много коробок больших. И вода. Вот что, причина. А, нет, еще есть. Я думал, что все еще раз закончилось. Ну, нет. Смотрите. Как я нам поделили. Слава, да. Они написали мне запишку и ушли. Сказали, что все, что я не могу так вывозить. Что думаете, это конец? Или это новое начало? Ты выглядишь бодреньким еще там, так, для чувака. А знаешь, очень много людей, когда потом узнавали о том, что это происходит, я вообще максимально старался не показывать людям о том, что в моей жизни такое экшн происходит. То есть это знали только те, кого это коснулось. Те, кого это не касалось, ну, я старался максимально для них быть таким, чтобы они, ну, и не знали, то есть, ну, зачем это передавать и распространять. Ты знаешь, что сейчас с этими артистами? А? С этими артистами. Я абсолютно со всеми прекрасно общаюсь. Просто вот со всеми. Абсолютно со всеми. А сейчас артисты есть какие-то популярные, кого мы можем знать? Они не популярные были. То есть это были не популярные артисты. Это после этого. То есть после того, как я получил этот опыт, я уже, то есть используя этот опыт, далее начал помогать, там, развиваться, там, Гусейну, Вовану из реальных пацанов. Мы очень классно с ним. Так, погоди, давай, вот этот вот момент, вот этот день, короче, окей, они все уходят. Да, далее вот... У тебя 15 миллионов долгов, ты живешь в этой комнате. Я живу в этой комнате и коронавирус. Короче, случается все так, у меня случается все так, что все, все закрывается. Я ходил в туалет и душ в соседнее здание в пяти минутах, зебра была, и она закрывается. То есть мне некуда пойти в туалет и душ. И так получается, что... А как квартира без туалета и душ? Это как? Ну это не квартира, это офис. Это офисная комната, я в ней жил просто. Вот. Так, ага. Да, она стоит 13 тысяч всего в месяц, я помню, стоила. Наступает коронавирус, и все закрывается, в том числе. Я уже представляю этот момент, просто у тебя, блин, минус 15 миллионов, чуваки с Ямали, ты живешь, душа нет, коронавирус еще наступает. Блин, вообще, типа, куда дальше вообще? Ты такой, что? Что еще? Спасибо, сожжение. Да, реально. И тогда я начал радоваться тому, что проснулся. Тогда я и научился хотя бы этому радоваться. Это жесть. Спасибо, хоть проснулся сегодня. Если поел вообще классный, то я лучший день. Какой жест. Так, давай, что там дальше? Интересно. Реально, это какой-то серьезный, знаешь, типа, лютый сценарий вообще. Да. И далее все, мне некуда идти в туалет. И там так все совпадает. У меня есть друг Динат, я с ним знаком еще в столятии. Ему было тогда 13 лет, мне было 16. Мы оба столятии. Он тогда чахи продавал, все такое. И он переехал уже на тот момент в Москве. И он пытался начать занимать музыкой. Пытался начать как-то заниматься музыкой. И какие-то люди ему помогали. И мы не от них с ним виделись. Я ему говорю, слушай, вот тут они не так делают. То есть у меня уже столько опыта там. То есть я уже прожженный. Я говорю, слушай, тут они не так делают. И там он тоже, тут я говорю, обманывают. Прямо очевидно обманывают. И он мне не верил. Он мне не верил, потому что, может быть, не знаю, эго какое-то, еще что-то. Не верил, думал, что может. Динат Гумеров, соответственно, да? Да, Динат Гумеров. Вот. Это девочка Шанель. Это же песня, да? Да, да. И как-то вот так получилось, что вот в этот день он мне звонит. И говорит, слушай, у меня еще не трек уходит. Именно в этот день? Когда мне уже даже в туалет не куда пойти. Настолько это совпало. То есть он мне звонит и говорит, слушай, это. У меня сегодня трек выходит, приезжай ко мне. Типа я вот там дом снял еще что-то. Приезжай ко мне, помоги мне, пожалуйста, с треком. вот и он как бы ну как бы признал что там те ребята которые до этого помогали ну то есть я там оказался прав в разных сферах вот и я бы помог с этим треком в этот вечер с релизом и так далее он уже там уже все было там кто-то для меня все сделал фоне там сам сам песню еще такое я мы чисто помог с релизом с пиаром проконтролировать это что он делает и поскольку мы это все сделали мы сидим вечером уже после релиза какой трек выпустили я не помню как он назывался на него клип еще не он клип снял там за это был не супер популярный трек нет вообще не популярный трек это твоя тема делать делать непопулярных людей непопулярными и вот и где-то час ночи мы сидим он говорит слушай оставайся у меня у меня типа большой дом типа это сам не накидывает оставайся у меня помогай мне развиваться в этом в творчестве я даже не возвращался в офис чтобы вы понимали военный билет у чего у меня то было в этом офисе там все осталось абсолютно все ноутбук у меня там какой-то был вещи мои какие смысл даже не забрал я туда даже не вернулся почему настолько его это место ненавидел что вы знали мне не сказали у тебя там просто в углу бедро стояло там поднял с ковном в туалет уже не было как я ходил в макдонелл в туалет реально ты в макдонелл сходил? ну а что делать? ну да реально там осталось все твои вещи да да все там осталось ничего не забрал одежда типа ты бромбой одежда зачем был сам приехал какая жесть и кстати мне сказали что вот это здание именно в котором я живу оно сгорело причем говорят до то я на следующий день когда оно сгорело через год я узнал об этом где-то сам примерно где-то год назад там никто не пострадал абсолютно ничего не знаю я даже не знаю но реально сгорело или нет то есть мне так сказали что типа она типа сгорел на золотом кольце вот это здание который живыми на вот этот знакомый который у меня он там работает на территории это здание сгорело ну это ладно и вот и я начал короче это помогать ему то есть я создал ему тик ток начал в нем разбираться снимать ему видео монтировать и это ничего короче набирать а к нам постоянно гусейн приезжал каждую неделю он там приезжал к нам где надо вот и это и он видел как я помогаю ему с тик током и так далее ему это нравилось вот и потом я нагрузу 2 я тебе сделаю ролик я сделал ему ролик короче этот ролик очень хорошо залетел вот потом еще еще и все так вот началось что короче я вот начал развивать его там тик ток откуда у тебя были на тот момент у тебя же своего тик тока не мне не у меня он был но типа он был абсолютно не популярным я только пытался как-то что-то сделать этом и ты а откуда ты брал ну типа знания как что выкладывать как это как монтировать что я всему вот у меня отец так научил кстати с отцом мы помирились спустя полтора года у нас сейчас супер прекрасные отношения и с отцом и с матерью я перевез в итоге в москву там все супер идеально все супер прекрасно я ему супер благодарен то что он сделал меня таким каким он меня сделал именно благодаря этому там многое у меня получилось вот да там все супер откуда ты брал знания как сделать тик ток так чтобы он залетел сам сам то есть я всему то есть у меня не буду я учился петь сам курсы деньги нет я меня не не было возможности там единственный курс я кстати который купил гусейн газону даже угарная история да 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 кузу гусейна мышление нет это нет я у него был это было я тогда только переехал из тольятти и в москву у него по блогерству был какой-то курс я купил этот курс и кстати знаете что я сейчас вам покажу вещи это просто пипец гусейн наверно он даже этого не помнит и даже представить не может что у меня такое в телефоне но это просто пипец не реально это смотрите это 18 год 18 августа и я прошел его курс то есть и мы записали такое видео это реально пипец смотрите то есть я у человека человека 16 миллионов где-то 15 может чуть ну а чуть меньше вот где-то от 13 до 15 вот и у меня нихера прошел курса блогеров первое наше знакомство я я тебя догоню я тебе обещаю какова вероятность того ну что вообще я еще не догнал так я обогнал да но это не небо суммарно все это вот я пока в пути по пути прошел короче сделал ты тик ток гусейну начал его вести а потом там уже по разным аспектам самым разным направлением то есть уже по всему в итоге много где помогал да окей все стало в целом нормально ты переехал в дубай а вот ну давай давай вернемся параллельно уже то есть у меня получается помогал динату гусейна и параллельно уже в аван был то есть мы это тоже очень классная встреча я классная история с ваваном да и я короче шел на встречу с инвестором это еще до этого это вот это был в период когда вот как раз таки вот весь полный экшен происходит вот я вот только это где на то переехал его там я шел еще на встречу с инвестором думаю может быть еще как-то все равно раскручу что-то сделаю придумаю как-то и и этот человек на встречу с собой взял вавана вот вавана сказал что там будет какой-то продюсер послушаешь потому что ваван занимался на тот момент около 10 лет музыкой и он приходит и показывает мне там сколько-то треков у него там было я слушаю трек игру вот это хит вот он такой амигорь это такси и гране это точно хит игры 2 это он говорит мне давай выпустим посмотрим как сработает я говорю давай и выпускаем помогаем выпустить эту песню это была первая песня которая попала в топ-чарт он супер счастливым и с этого момента мы с ним начали работать и там уже каждый следующий его трек попадал в топ-чарт им очень быстро выросли пошли кучу концертов за счет чего что что ты делал такого я умел продвигать музыку я умел его продвигать через тик-ток то есть челлендж запускать вот не корона бро не корона бро это это я снимал помнишь не корона бро точно не корона бро да вот это вот все кажется все что механики продвижения как делать что-то вирусном и так далее в основном вот мы запустились на причем значит человек это хотел отложить почек да давай прямо сейчас запустим давай то есть я такой значая это шаги хоп снял выложу просто то есть я вообще не парюсь что-то выложить здесь меня абсолютно не падаешь у меня очень достаточно свободен от мнения кого-либо и у меня нет так я увидел многих блогеров искать заморочка не очень сильно париться выложить не выложить еще что мне абсолютно плевать я просто выкладываю это либо залетела либо нет вот залетела супер оставилась потому что как определить надо просто это сделать и посмотреть и будет и это и то же самое мы там сняли выложили это просто взорвало буквально за 30 минут это было уже почти 700 тысяч просмотров люди начали снимать он он ехал тогда помню до комедий клуба и вот за те полчаса что уехал до комедий клуба он я стал снова популярным очень классное время было вован очень классный человек супер душевный мне вот интересно да самое самое главное здесь это что будет полезно людям у тебя классный опыт что в тот момент произошло вот как бы у тебя внутри то есть события понятно да что события такие эти чуваки уезжают динат звонит как-то чудом да он звонит в этот день ты переезжаешь к нему там делаете музыку потом гусейн потом вован потом короче получается у тебя много каких-то артистов да и дальше но перейдем потом наоборот потом я сфокусировался только на воване через год я сфокусировался только полный весь фокус я работаю на окей вован ну то есть в целом в этом в это время уже было все норм да ну более уже все уже все налаживалось я уже снялся и сам хату до месяца по столько а вот эти вот вещи которые ты сейчас говоришь у нас там офис был и в итоге снимал около семи квартир я кучу ребят с разных там городов в итоге перевез меня там большая команда собралась музыкальную студию построили нас две музыкальные студии было у нас офис огромный это для вована чисто да мы слова нам пипец что творили то есть там просто мы столько всего сделать я вот все что получал там уже там все вкладывал вкладывался столько сестры там очень классно все мы делали вот просто чуть-чуть это прервалось почему 24 февраля начались события известные всем и на твои тик токи в этот параллельно я параллельно я съели себя уделял 5 10 минут день я вот на из этих 5 10 минут день вот все это и сделал реально на то есть ты короче занимаешься в ванном и параллельно снимаешь себе тик токи да и у тебя параллельно вот так вот на на вайбе короче сколько ты да я не выходя из комнаты это сделал сколько получилось не выходя из комнаты люди там на тот момент было 13 миллионов 13 миллионов это за какой период это за год смотрите я вам расскажу но тут очень важный момент я вам объясню как вообще это делается и вообще что на это влияет я на тот момент уже неплохо медитировал и например буду показывать если вы сможете в это поверить и вот одна вот эта вещь которую я вам сейчас расскажу она может создать что угодно в вашей жизни и в моей жизни именно так это и появляется и вот те люди которые меня знают они видели то что я могу что-то сказать это звучит фантастически но он как-то туда попадает в итоге вот я вам покажу смотри это она dreamstore это только я вижу и никто это больше не может видеть я вам поэтому сейчас показываю что вы могли видеть потому что закрытая страница это мой магазин мечт и я его сделал инстаграме это твой инстаграм мечт на на то есть тут все мои мечты то о чем я мечтаю как называется она dreams store да ну туда его нельзя посмотреть то есть не это это вот смотрите это я выложил картинку видите октябрь 23 20 20 у меня есть миллион подписчиков и галочка в инстаграм там двадцатому году то есть там к новому году грубо говоря и в этот же день я выкладываю еще там фотошопе картинку у меня есть там 2 миллиона подписчиков тик токе у меня на тот момент в инстаграме было всего 5000 а в тик токе было 25000 далее но к этому моменту я уже рассказал раскачал его на тик ток там гусей на тик ток из я уже я уже был уверен в том что я это могу делать то есть я просто поверил в то что теперь я могу и это ключевая вещь поверить в себя далее прикольно короче здесь просто много постов разных это просто инстаграм закрытый вот и написано она dreams самый популярный человек на планете миллиардер гений с большим большим с большим сердцем почему-то два раза большим написано marchа шинься мощнет с большим с большим с большим с очень большими с большим сердцем вот самый она это коротко я уже вот эту версию я очень сильно удлинил да и здесь короче список постов до 1 пост 23 октября двадцатого года но я просто расскажу потому что но типа как бы для тебя она типа очень понятно как бы а вот но я первый раз такое вижу вообще реально но я никогда не видел типа единственно что я делал конкретно у меня было это доска желаний я кстати убрал почему-то с телефона и оставил только вот у меня было там много разных целей я стал только только серф вот и это не серфлю с доской стою вот а здесь да то есть у меня у меня была такая же просто собраны мои там там шесть целей вот есть такое тут много денег ну короче понятно то есть много постов которые видишь только ты вот я сделал себе первые две картинки фотошопе что у меня есть миллион подписчиков вместе и 2 миллиона в тик токи и сфокусировался на этой мысли что так словно это случилось для меня словно это появилось то есть я очень много над этим работал внутри себя и далее мне пришла в голову идея деньги типа столько деньги ну типа доллара он же такой популярный типа самая популярная вещь на планете я такой думаю я буду снимать с долларом надо попробовать я снял помню первый видос это была коллаборация с долларом типа того вот я использую его популярность далее я помню это я снял первый видос тот момент у тебя было ну мне прям интересно понимаешь то есть я просто сейчас прям нахожусь вот в ровно в том этапе где-то ты находишься годы тогда находился в тик токе есть у меня в тик токе сейчас кока 9000 подписчиков 9000 и как бы ну ну диму всего 20 дней но это типа международная аудитория здесь местная симка дубайская вот и мы короче херачим туда контент не вот как бы мне очень интересно то есть у тебя в тот момент сколько было подписчиков 2525 супер очень подходит окей и ты снимал просто ситуативно что-то снимала и 25 как-то накопилось да 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 я я очень много то есть они просто есть freighteen я реально я постоянно тесты а то есть я постоянно искал я пойму большие минусе что-то найти что должен прорвать я искал это и далее я понял нашу эту тему с долларом я снял помню первый видос он набрал короче что-то миллион просмотров за сутки это kunne первые помощью миллиона просмотров за сутки может быть не первая и 2 во Stefans вот но супер то что он набрал у миллиона просмотров за сутки и меня подписалось 1070 человек. 70 тысяч? Да. И я такой, интересно. И начал дальше снимать видосы с этим миром. А в тот момент кто-то снимал такие видосы? Вот мой друг, он ко мне приехал домой. И тоже начал снимать эти видосы. То есть это вот мы первые, то есть больше никто в мире. То есть ты этого не видел, ты просто сам придумал? Да, абсолютно, типа, это все мне пришло. То есть вы что сделали? Вы распечатали? Не-не-не, я просто нашел место, где, ну, продают эти билеты банка прикола. Зачем печатать? Ничего не печатал. Это стоит супер дешево. То есть я на свое... Чтобы сделать вот эти 13 миллионов, я потратил в районе 500 тысяч рублей. То есть где вы еще видели 13 миллионов подписчиков за 500 тысяч рублей. Вы нашли... Короче, вы купили банк приколов, вот эти купюры. Да, я купил банки приколов. Сколько там их было? Я их постепенно покупал. Не сразу купил всю эту кучу. Я сначала купил всего там на тысяч пять рублей, да, то есть немного. Вот. И начал с этим снимать. Что-то будет сейчас. Посмотрим, еще чуть-чуть больше купил. Вот. И так я почти тут за год у меня там накопилось пипец сколько денег. Вот. То есть я постепенно по возможностям там покупал, короче. Накопил сколько этих фейковых денег? Да. Билетики. Но я визуалю, я смотрел на них и прям понимал, что они будут настоящими. То есть я... Вот то, что люди называют фальшивые деньги, я вот из этих фальшивых дел по сути превратил их в настоящие. И я это всегда понимал. То есть что бы мне вот там сотни тысяч комментариев самых разных, там миллионы комментариев самых разных. Вот. Они... Я понимаю, что просто люди не осознают. Они даже не осознают, ну не понимают того, что я сейчас делаю. Типа. И того, как это вообще выворачивается и так далее. Но это ладно. Подожди, что ты имеешь в виду? Что они не понимают? Ну они пишут нам вот фейки, 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 фейки. Фейковые деньги, типа вот это и так далее. Но они не понимают, что я специально это снимаю, чтобы они это писали. То есть я это делаю, потому что я понимаю, что это разделит людей на две категории. Одни будут спрашивать, они настоящие, другие говорят, что они не настоящие. То есть это вызывает очень много вопросов. Задача создавать видео, которое суперсильно триггерит. И мне, кстати, Боря в этом очень сильно помог, мой друг. Он знаешь, что сделал? Он, короче, выкинул пачку в окно. То есть я для этого, по-моему, не выкидывал в окно пачку. А он взял пачку и выкинул в окно. У него, смотрю, этот ролик 10 миллионов просмотров набрал, по-моему, чуть ли не за сутки. Я беру даже не чуть ли не за сутки, чуть ли не за 10 часов, короче. С огромной скоростью это набиралось. Я смотрю на это, думаю, офигеть. Я прямо снимаю один в один такое же видео. Прям один в один, ничего не меняю. Просто один в один, просто соседнее окно. Соседнее окно. И это видос просто разносит. Так получилось, что это видео у Бори остановилось ровно на 10 миллионов, на 11. А мой видос как-то полетел, короче. Миллионов сорок. Короче, за 4 дня на меня подписалось миллион человек. Через месяц было 3 миллиона. Какой х**. То есть там просто произошел конкретный взрыв. То есть, короче, идея такая, да, что есть вещи, которые жестко триггерят людей. Да, то есть суть первая, самое первое, поверьте в то, что именно я, вот поймите, все те люди, у которых что-то есть или которые кем-то являются, в первую очередь они поверили в то, что я там могу полететь в Марс, там еще куда-то, сделать что-то, кем-то быть. То есть, в первую очередь, вы должны позволить себе внутри себя кем-то стать. От этого свисходит. Сначала вы должны позволить себе о чем-то мечтать, позволить себе этим стать, а потом вы, чем быстрее вы станете этим внутри себя, и поверьте, то, что все придет, идеи вам придут, возможность придет, люди появятся, все случится, что бы это ни было, не возвышайте, что это для других, и это не для вас, все для вас. Второе, сильная ассоциация. То есть, далее в ТикТоке очень важная вещь, сильная ассоциация. То есть, первое, то есть, если вы уже все, у вас на все хорошо, вы поверили в то, что вы можете, ищите сильную ассоциацию. Все люди, которые суперпопулярны там на весь мир, вы можете просто вот там выставить, я прямо выставлял, какое-то время был подписан только там на людей, у которых 100 миллионов плюс, и наблюдал, просто наблюдал за ними, и видел, что у многих, у них есть свои сильные, там, у нас рета, там, у него, там, вот эта штука, у Хаби Уэйма, вот эта, то есть, у Кристиана Рональда, там, у него и сю, и там, свой жест, и там, то, как он вообще, ну, то, как он с собой занимается, скажем так, за собой следит, там, куча там факторов. И вот это все формирует кучу ассоциаций, да, то есть, важна энергия. Самое главное – это энергия. Сто, какой энергии вы делаете, сто, о чем вы думаете, вы думаете о том, что я некрасивый, а это не залетит, это так и будет. Это прямо так и будет. Поверьте в то, что вы прекрасны, все, полюбите себя прямо сейчас. Кем бы вы там ни были, как бы вы ни выглядели, вы совершенны и неповторимы, никогда больше таких людей не будет. Поэтому просто сотрите все вот эти заморочки, решите, чего хотите. Вот, видите, на меня подписаны более 150 миллионов людей в ТикТок. Из-за того, что люди постоянно со мной общаются, и они забивают мою голову своими мыслями. Я и сам забиваю свою голову разные информации, которые я вижу, билборды, всякие рекламы и так далее. И поэтому каждый час, абсолютно каждый час, мне приходят уведомления о том, кто я такой и куда я иду. Чтобы я не забывал это. У меня самое большое комьюнити в мире. У меня здоровое тело и дух. Earth's Space – самый популярный музыкальный альбом. Я придумал, как сделать самый популярный музыкальный альбом в мире. Тоже очень классная тема, я вам расскажу. Я на обложке журнала Forbes. На меня подписаны более 100 миллионов людей в Инстаграм. Я получил золотую визу в ОАЭ. Помощь мирозданию. Любовь к Богу и благодарность. Я долларовый миллиардер. Медитация. Осознавай. На меня подписаны более 150 миллионов людей в ТикТок. Вот. Это каждый час мне приходит. То есть, я просто думаю, думаю, чем больше думаю, все появляется, появляются люди, возможности, там, в ТикТоке залетают. То есть, да. Вопрос. Так, окей, подожди, ты сказал, первая, значит, инструкция. Инструкция. Поверить. Ну, типа, силы веры. Проработать себя психологически, да. Поверить, вот, сереть все эти энергии. А что, давай, что ты сделал, чтобы это сделать? Ну, чтобы поверить. Потому что, знаешь, вот сейчас кто-то скажет, типа, ну, понятно, я сейчас поверю. Вот я поверю. Я вам скажу, я вот в какой-то момент настолько, настолько, короче, уже понимал, что у меня вот этот коннект настроен, что я в какой-то момент сижу и такой, я хочу коллаборацию с Хаби Лэймом, самым популярным ТикТокером в мире. И я такой, как с ним связаться? И я понимаю, мне приходит в голову мысль, просто повтори то, что он делает. Я снимаю два видео. Два видео друг за другом. Я настолько поверю, что это сработает. Вы поймите, эти два видео друг за другом набирают 110 миллионов и 80 миллионов просмотров. Друг за другом. Они могли набрать миллион просмотров, два миллиона, могли не взлететь. Они набирают 200 миллионов просмотров за неделю. Суммарно. Через неделю он выкладывает со мной коллаборацию. Я даже не связывался с ним. Я просто захотел этого. Понимаете? В каком смысле коллаборацию с тобой выкладывать? Со мной видео... Да, ответку выкладываю в своем ТикТоке на мое видео. То есть я выкладываю вот это видео, отмечая его, 100 тысяч комментариев почти, и выкладываю такое же второе видео. Сейчас я его найду тут. Два видео подряд просто выкладываю. В течение там полчаса может. И они просто разносят. И через неделю он выкладывает ответку. Вот таким образом я получил коллаборацию с табилаемым. А когда в ТикТоке отмечаешь кого-то? Дело не в отметке. Это в ТикТоке отметка особо никому ничего не дает. Да, я имею в виду, что он не видит, что ты его отметил. В смысле, ему не приходит никакой... Не, я думаю, приходит уведомление, но вряд ли увидит. Да, вряд ли увидит, конечно. А вот второе видео. Вот я писал, так с хабилаем. 71 миллион, и тут 42 тысяч комментариев. Вот, два подряд просто видео. То, которое я показал, и вот это. 71 миллион получается, и 110 миллионов. Чисто на двух этих видео. И все, через неделю он выкладывает видос со мной. И таким образом, кто бы... Просто поверьте, что именно я могу. Все, просто сначала поверьте, а далее сфокусируйтесь. Как я могу это сделать? И вам в голову придет идея. Направьте свой фокус на мысль. И просто быть открыты. И вам в голову реально придет идея. И от того, насколько вы открыты, зависит то, сможете вы это услышать или нет. Оно сейчас звучит у тебя очень уверенно, но когда ты работал с артистами, которые от тебя ушли, скорее всего, ты тогда это не делал. В какой момент произошло изменение? Нет, это же... Это все начало происходить после того... То есть, вот я говорю, вот пик проблем. Пик проблем. И я очень много искал ответы. И тогда я начал медитировать. То есть, я начал медитировать. А почему ты тогда решил, что нужно медитировать, интересно? Я очень много искал всякой информации в Ютубе. Как тебе? Много ответов искал. И наткнулся на садгуру. Начал много слушать садгуру. Мне его мысли очень подходили. Я у него много чему научился. И от него узнал про медитацию. Я очень много медитирую. То есть, я могу пару часов просидеть просто вот... Я в какой-то момент... Без музыки, просто в тишине. Да, конечно. Не то, чтобы так и нужно, но я думаю, так и нужно. Так проще для меня стало. В какой-то момент... Ты сейчас каждый день медитируешь. Очень стараюсь каждый день медитирую, да. Очень стараюсь. У тебя это произошло в тот момент, когда стало плохо. Ты начал сказать... Да, было настолько тяжело. Ты начал сказать ответы. Увидел садгуру. Послушал его. Потому что я садгуру все слушал. Вообще, все видосы садгуру я слышал все. И слушаю всегда. Каждый, типа, засыпаю. Типа, под него засыпать классно. Да, он классный. Слушаю, да, там все. Ставлю таймер. И, кстати, садгуру у меня похожая история была, как с Хаби Ваймом. Я представлял, то есть, что мы с ним познакомимся, мы с ним будем общаться. И так и случилось. Я был в Дубае. И мне его команда написала, что вот садгуру будет там в Дубае. Его команда тебе написала? Да, его команда мне написала. Потому что они хотели меня взять как амбассадором сейф-соу. А я им сказал, я могу даже больше сделать. Я могу для вас челлендж с собой придумать. Амбассадором? Садгуру проехал по 50 странам с чем-то там сейф-соу. Там есть большая проблема почвы. И да, они мне об этом рассказали. И пригласили меня туда, то есть, на мероприятие садгуру. И там мы с ним увиделись, познакомились. И он меня пригласил даже в Индию. Вот. И скоро я очень хочу почитать садгуру. Как у тебя впечатление о встрече садгуру? Очень классно. Я очень рад. Я ему очень благодарен. Потому что отчасти он повлиял на то, что я куда-то смог перенаправить свой фокус внимания. И благодаря ему я медитирую. А медитация для меня это вот... Вот вера в Бога, все, это самое главное. То есть, я осознал, что вот если я сегодня проснулся, я реально понимаю, что не я вращаю эту планету. Ну, прямо осознаю. Ну, типа, она функционирует супердолго. Я тут никто. Кстати, еще я научился быть никем. Только будучи никем, я могу быть кем угодно. Не делайте себя такими маленькими, какими вы себя делаете. То есть, развивайте свои возможности. Они у вас невероятные. Так, давай по ТикТоку. Мне все-таки надо разобраться, что делать. Значит, вера есть. Ассоциация нужна. Сейчас я себе сделаю этот... Опять, как это, напишу, что у меня 10 миллионов. В ТикТоке надо сразу больше писать, наверное, да? Надо писать столько, во что ты можешь поверить. Да. Это очень важно. Ты можешь написать сам любую цифру. Если ты в нее сможешь поверить, она реально для тебя случится. Ставь то, во что ты можешь поверить. Вы, кстати, многие люди замечали. Они так с зарплатой делают, с доходом так делают со своими. То есть, они там... Было бы классно, но тебе столько. И вот это как-то реально появляется в их жизни. А они ставят чуть больше. И это появляется и так далее. То есть, они могут еще... Они могут сильно больше поставить. Если смогут в это так же поверить, как они... Вопрос в том, во что они верят. То есть, вы просто придумываете мысль в голове и верите в нее. И от того, насколько сильно вы в нее верите, она так и происходит. То есть, на самом деле, все, что происходит, это вы придумали себе что-то. То есть, что-то вам в голову пришло. И далее вы либо в это верите, либо нет. Окей. Первая вера. Вторая ассоциация. Расскажи, давай, я от тебя еще раз. Вот эту идею, которую ты мне так и сказал. И, может быть, у тебя еще какие-то появились. Да, я тебе расскажу. Ассоциация по мне. То есть, вот у Хаби Лейма есть ручки. У Бэлла Порч есть там улыбающаяся... Вот эта мимика, короче. Да, у всех суперпопулярных людей есть своя сильная ассоциация. Да, у Нус Рета, да. Вот, который... То есть, это тот человек, который кто? Вот, который кто? То есть, это очень важно. Чтобы проще, очень просто было тебя определить и понять, что это он. Я такую тему придумал для Сереги. Вы видели, возможно, в ТикТоке. Очень сильно развита, короче, вот именно в Америке папарацци такая тема. Может быть, еще в других местах это развито. Я самую механику хочу объяснить. Когда, типа, там, не знаю, там, кто-то, там, какая-то звезда выходит с ресторана, и там, типа, куча фотографов, там, с фокроссами и так далее. То есть, это подставные всегда, ну, в большинстве случаев это просто специально. То есть, они сами идут в ресторан, звонят, говорят, слушай, отправьте меня туда папарацци, короче. И туда приезжает, типа, куча народу, типа, вот, и они, типа, вот так вот проходят. И это все снимают со стороны, выкладывают, и люди думают, охереть, вот пипец за ними. То есть, они сами специально создают мнение о том, что пипец они, короче, это, популярные и так далее. Они реально пипец популярные, многие из них, но таким образом можно создавать это, то есть, и, ну, влиять на мнение. Очень сильно его, там, удерживать на определенном уровне и так далее. То есть, постоянно так делают с людьми самых разных аспектов, особенно в медиасфере. Вот, я что придумал для Сереги? У него такой вызывающий образ. И я говорю ему, слушай, абсолютно реально, то есть, они это используют просто для того, чтобы делать посевы. То есть, они снимают такие ролики, как они откуда-то выходят, их там, типа, снимают, они вот так и уходят. И это делается посевы по ТикТоку, это там вералится и постоянно напоминает о них. А я говорю, а давай просто возьмем и сделаем тебе такую концепцию, то есть, она будет абсолютно уникальной. То есть, ты выходишь, не знаю, из Гелика, подходит, здесь фотограф фотограф, фоткает тебя, спросит, Эм, а здесь что-то, не знаю, что-то спрашивает тебя, вот, и там, что с ним, и так далее, фоткают, и все, вот такие видосы просто выкладываешь. И я почти уверен, что они будут вералиться, ну, при должной твоей вере. Вот. И просто на одной конце, просто все, меняешь машину, новый выход, сразу. Ну, выходишь заново, там, здание какое-то, там, с ресторана какого-то еще, и так далее. И просто вот на одной этой концепции можно, люди будут думать, возможно, что ты, там, пипец. Там же сразу вопросы, да кто он такой, типа, они начнут гуглить. Ну, там столько вообще вытекающих с одной этой идеи, вот. То есть, смотри, а идея в том, чтобы выкладывать, типа, что это со стороны снимается, что, как бы, как будто бы кто-то снял со стороны, или от меня, или от папарацци, или от... Со стороны снимает, как ты выходишь, и тебя куча людей фоткают. А, понял, да. Со стороны, типа, это как... Но при этом нормально снимают, то есть, не типа из-под тишка. Да. Нормально снимают, как ты выходишь, и тебя куча людей стоит, фоткает, фоткает, и ты, там, резко куда-то, допустим, в другую место. Да. Десятисекундный ролик. Все, его выкладываешь, правильную музыку выбираешь, и он взрывает. И надо, короче, по сути, нужно с собой по миру брать 10 чуваков, которые будут, ну, или там заказывать. Не обязательно тебе брать на локации, просто 10 человек с камерами, чтобы просто были. Да. Вот очень важный момент такой, если вам пришла какая-то идея в голову, и вы, допустим, кого-то спрашиваете, и этот человек вам что-то говорит. Не давайте никому погасить вашу идею, ни в коем случае. Вот если мне приходит какая-то идея в голову, я ее снимаю, выкладываю в ТикТок, а там уже люди сами решают. Это, ну, типа, представляете, сколько там людей может, ну, решить на то, подходит ваша идея или нет. А тут один человек что-то говорит. Ну, абсолютно не важно, что он говорит. Кем бы он там не был, абсолютно кем бы этот человек не был, что бы вам не говорил, нравится ему идея, не нравится, нет. Это не важно. Если есть идея, сделайте ее. Важно сделать ее и выложить. А там вы увидите, насколько она эффективна у вас. Это очень важно. То есть, никто там, какой Кристиан Роналду и так далее, вот если мне скажешь, мне не важно, абсолютно, без разницы. Другой человек, абсолютно другой человек. О, он может ошибиться, мы же люди. И надо это, и вина именно в вас, если вы поверите в то, что вам кто-то скажет. То есть, вам надо снять и поверить в то, что вот я придумал классную идею, она сейчас разнесет нахрен. Вот, снять ее, выложить и пускай она разнесет. Да, все, огонь. Это, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой идеи. Напишите в комментах, реально интересно. Да, кстати, подпишитесь еще на подкаст. Мне кажется, вообще, подкаст топ. Подпишитесь и лайки, комментарии, ну, что там, вот все. Отправьте еще колокольчики. О, кстати, да. Отправьте кому-нибудь. Да, друзьям своим покажите тоже. Вот, но сейчас прям, смотрите. Короче. Ты решил не сдать до конца? Не, да, чтобы они не отмотали в конец. Вот, смотрите, короче, вот такая штука. У тебя, кстати, можешь показать свой. Здесь, ну, они реально прикольные. Смотри, тут звезды всякие. Ты уверен? Да. Ты уверен? Опа. Да, так, звезды. Он такой же. Короче, будет у Анара, и у вас, у кого-то из вас будет вот такой вот одинаковый браслет. Короче, вы как братья будете, похоже, что. Но он реально классный, короче. Вот такой браслет. Что нужно сделать? Нужно, давайте поставим лайк. Давай его одену. Чтобы до конца видео они его видели. О, слушай, а я... Вы не против, если я что-то ваш браслет тоже одену до конца? Если вы не думали о нем, тогда... Да-да-да, до конца видео. Вот, кстати, он будет как бы заряжен с моими другими браслетами. Я чуть в последнее время, мне прям нравится. Короче, давайте еще раз, смотрите. Вот этот браслет уходит тому, кто... Первая подписка на канал, лайк, коммент снизу, и просто в сториз меня отмечайте. И я буду вот, я в течение там нескольких дней выберу ту сториз. Ну, сториз, соответственно, просто с кусочком видео. Энергия 20 миллионов подписчиков. Все, вот. Короче, не это... Вы же не злитесь, я в ваш браслет на полчасика. Короче, у меня такая же тема, что когда ты что-то не делаешь долго, то есть ты, например, себе что-то придумал, такой офигенно, я обычно, я сразу иду снимать. Но иногда бывает, что я такой, блин, ну это как бы классно, но надо подумать, короче. Когда ты, чем дольше ты думаешь, тем больше у тебя в голове такое, как бы, во-первых, ты как будто это уже сделал. Не издевайся над собой, все просто. Придумал что-то, далее не издевайся. Просто придумал, сделал, выложил, увидел результат. Да. Получилось? Супер, надо повторять. Повторять, пока это дает результат. Не получилось? Надо попробовать по-другому. Надо просто понимать одну вещь. Невозможно, чтобы не получилось, если вы не остановитесь. То есть, если вы куда-то идете, куда бы вы ни шли, вы по-любому туда дойдете. Сто процентов, у вас абсолютные шансы туда дойти, если вы живы и если вы не остановитесь. То есть, самое главное, если бы я тогда остановился, я бы никогда не увидел сегодняшний день. И думал, что жизнь абсолютно другая. Именно благодаря тому, что я шел дальше, я увидел что-то другое. И все происходит периодами. То есть, и это сменяется. Поэтому не издевайтесь над собой, не рассуждайте о том, получится это или не получится. Пришла идея, сделайте ее. Посмотрите на результат, если он вам не подходит. Попробуйте сделать по-другому. Потому что, ну, главное, по-другому. Потому что, если будете повторять, делать то же самое, вы будете ошибаться. Вам надо просто подобрать ключ, который откроет дверь. Ну, ее по-любому можно открыть. Меняйте, меняйте, терпеливо меняйте, меняйте, терпеливо. Окей. Так. Это значит, то есть, вера, потом сильная ассоциация, и вот на эту сильную ассоциацию... А есть какие-то, какая-то, знаешь, типа, техника? Ну, что, типа, надо выкладывать 10 в день там? Или вот... Очень важный момент — это то, какой звук используется, музыка. Есть растущие звуки. Их легко посмотреть. Вы смотрите просто, когда был звук выложен. И, допустим, чем свежее звук выложен, и вы смотрите, то, что под него активно снимают люди, и он очень быстро растет. Допустим, там снято тысячу клипов, а потом две, три. То есть, он очень быстро, короче, растет этот звук. И даже, то есть... И под растущий звук проще всего набирать популярность. Просто находить растущие звуки, листать редкие рекомендации, отбирать эти растущие звуки. И, кстати, более того, вы можете... Это вот абсолютно моя разработка. Очень классная и суперпростая. Я думаю о том, как мне развивать ту или иную страну, допустим. И просто открывается, допустим, Spotify. Или, там, не знаю, Apple Music. Там есть чарты по странам. Бразилия, Австралия, там, ну, любая страна, которая там есть. Я открываю, допустим, топ-чарты, открываю, допустим, Бразилию. И открываю топ-3 песни. Вот, допустим, я сейчас в Дубае нахожусь. Если я здесь буду листать ТикТок, здесь мне будут выдавать либо суперпопулярные мировые звуки, либо местные локальные. Но то, что популярно в Бразилии, я не увижу. Но при этом это не означает, что там нет суперпопулярных треков. Там есть очень популярные, там, песни и суперпопулярные ТикТок-звуки. Просто я их не вижу. И поэтому я просто открываю, там, Apple Music, нахожу топ-3 популярные песни сейчас в Бразилии. Нахожу по названию эти песни в ТикТок. И вижу, что пипец какие популярные, допустим. И все. И таким образом вы можете развивать себя на определенную страну. От того, какой звук вы используете, вы можете попадать на территорию, которая вам нужна. А зависит от симки? То есть, например, если я в Дубае беру симку, я выкладываю... Я думаю, не зависит, потому что я в России с российской симкой выкладывал ТикТоки и попадал куда угодно, кроме России. То есть, у тебя было просто из-за звуков, да? То, что звуки были разные страны? Да, звуки были. Или просто вот это как-то как-то так случилось. Ну, звуки тоже. Прикольно. А у тебя основная аудитория откуда? Вот в том-то и дело, что вот у меня... У меня в аналитике отображается только 26% из 100. То есть, 7, 6, 5, 4, 4. А, то есть, у тебя из каждой страны по 3% условно. Да, то есть, около 100 стран. То есть, я смотрел, там супер дохера, короче. То есть, поэтому я бы не сказал, что у меня есть что-то основное. Понятно, да. Ну, все равно нужно же вначале выкладывать все равно... Сколько это? Ну, вот мне все говорят, типа, от 3 до 10 ТикТоков в день нужно выкладывать, потому что если выкладываешь меньше, то это... Я не могу так сказать, потому что я выкладывал 3-4 раза в неделю. Да, по одному. 3-4 раза в неделю и набрал всю эту аудиторию. То есть, у меня не так много ТикТоков. То есть, я не так активно выкладывал. Вот. Хотя сейчас я очень активно выкладываю. Там сейчас я там это... Ну, я просто очень много сейчас тестирую. Вот. Я еще смог сменить формат, понимаете? У меня был конкретный формат с деньгами. Очень хорошо работал. И я переехал в Эмират, и здесь нельзя с ними снимать. И мне пришлось поменять формат. А достаточно непросто вообще. Люди этого не знают, но у каждого аккаунта есть теги. Аккаунту присвоены теги. Это знают там внутри ТикТока сотрудники. И... То есть, у каждого аккаунта есть свой формат. И в этом формате он очень хорошо развивается. Начинаешь снимать другой формат, это не работает. А у другого это будет работать, допустим, если у него это его формат. То есть, вы должны, ну, выдерживать свой формат, скажем так, в ТикТоке. И тут я смог поменять формат для того, чтобы, ну, так же видео работали, там, набирали и так далее. То есть, это было достаточно мне непросто выйти из формата. А откуда ты узнал, что у ТикТока есть внутренняя штука? Есть разные знакомые, которые там работают и так далее. У нас были ситуации, когда, допустим, аккаунт никак не могли раскачать. Просто вот он никак, ну, там был, то есть, я продюсерил одного мальчика, у него никак не мог раскачаться аккаунт. То есть, такие классные видосы снимали. И далее начали узнавать, оказывается, аккаунт лишен тега. То есть, если у вас было кучу-кучу форматов, они снимались, и аккаунт лишен тега, а сам человек может даже этого не знать. Вот. И он его никак не раскачает, этот аккаунт. Ну, все. То есть, это надо проще создать новый аккаунт, это просто создали новый аккаунт, и те же видосы туда выложили, я вам все выстрелил. А можно что-то для этого делать? Или ты просто, например, если сейчас мы создали новый аккаунт, то, скорее всего, ему уже придали какой-то тег, да? Не-не-не, тег придается после того, как ты выложишь определенное количество видео. А-а. Типа он понимает, что... Просто нормально его ввести, не грузить туда все подряд, какую-то херню и так далее, суперразные. И все нормально будет. Все подряд не надо, да? Если это нормально выглядит, если это качественно, классно, с идеей и так далее, все супер. Но если там просто... Ну вот мы сейчас снимаем чисто... То есть вот что мне нравится конкретно? Мне очень нравится вообще кино, кинематограф. То есть вот такая киношная картинка и съемка. В общем, мне нравится, короче, переснимать всякие видосы из сериалов и из фильмов. Вот у меня есть вообще мой любимый видос, это Ди Каприо. Вот надо его поскорее. Там, короче, есть... Смотрел Гэтсби? Гэтсби, да. Да, и там есть такой эпизод, где он с Тоби Магуайром стоит, вот Ди Каприо с Тоби Магуайром стоит возле огромного особняка, и он ему говорит, I've got all these things for her, I've got all these things, and she just wants to run away? Ты начал учить уже? Не, да я знаю нормальный английский. И ему Тоби говорит, Jay, you can repeat the past. You can repeat the past? No. Of course you can. Of course you can. Да, прикольно. И вот такие вот штуки, мне очень нравится это делать, но я никогда это не снимал. Но вот мы сейчас снимаем всякую же зупороотношение, но она прикольная, но там, ну, прикольно. На это много времени потратишь, мне кажется. Могу суперсильно ошибаться, это просто чуть-чуть разное. Вот, если какая-то тема будет, ассоциация какая-то посильнее, и проще, мне кажется, будет. Потому что это очень, это очень такая популярная тема просто, которую снимают все подряд. Популярные видео, да. Да. Ты можешь быть уникальным. Угу. Либо, и это тебе гораздо, на самом деле, проще будет. Да. Это тебе будет проще даваться, и так далее. То есть мне, допустим, мне гораздо тяжелее там, пойти, там, что-то переснять, нежели, то есть ты придумал что-то свое, то есть просто глаза придумал себе, просто выпучил их, допустим, да, и все, и это, допустим, работает для тебя, что бы ты ни сделал, ну, грубо говоря, или вот это, да, то есть, и это как-то для тебя проще становится, на самом деле, гораздо. И тебе проще это все придумывать, это как-то, это как будто супер твое, то есть это как-то очень классно начинает работать. То есть ты быстро видишь эти идеи, ты видишь, что ты, то есть это реально прям тебе нравится, То есть это от тебя исходит Но на таких вещах Можно очень хорошо натренироваться То есть на том, что вы снимаете Я по сути 8 месяцев такое снимал И на них я натренировался очень хорошо И постоянно искал свою идею Постоянно искал Если у вас нет идеи, то конечно надо это делать Потому что пока я искал идею Я вот искал, пробовал Одно что-то переснимать, что только не продал Самое разное, и дорого, и дешево Самое разное, по-разному И потом в какой-то момент нашел То есть главное не переставайте искать идею Вы ее по-любому найдете И она по-любому у вас выстрелит Вам просто надо не останавливаться Единственное, что вам надо сделать, это не остановиться А как понять, что пора минать подход, например? Если ты очень долго повторяешь одно и то же И это не дает тебе результат Попробуй по-другому Ну очень долго, допустим, неделю-две Ну если там, ладно Попробовали 5 раз Что-то одного формата Это не работает, попробуйте 5 раз другого формата Вы увидите Вы уже даже начнете чувствовать какой-то момент Что лучше идет А как бы Ну то есть вот, например Сейчас вот видосы есть Которые там по миллион-полтора набрали Но как бы все равно Это все Типа вот уже почти месяц прошел Там 9 тысяч подписчиков Ну типа как будто мало Или Как вот Ну то есть, видишь Тут же непонятно какая мера Типа что нормально, а что нет А какая цель была? Это явно не Два цель? Ну как бы у меня цель 10 миллионов Не, а за тот месяц? Ну за Ну Ну вот какая Ну то есть Мы в начале Типа так Ну давай попробуем просто Короче И посмотрим А у тебя цель 10 миллионов? Да Класс, надо оттуда отталкиваться А за какой срок? Ну смотри У меня миллион до конца года И 10 миллионов Ну на следующий год Супер Вам надо кому-нибудь сесть Просто мне кажется Будет непросто найти аккаунт Который переснял другие идеи Наоборот 10 миллионов И это вам даст следующий ответ Это даст ответ Что вы Делаете то, что проще Но Забираете у себя время Вам надо Это возможно Увидеть И перенаправить То, чтобы Это время направить на то Чтобы вы сели И подумали Что мы можем снять Какую концепцию Чтобы это вот просто Это же реально Вы придумаете какое-то Одно действие Найдете что-то И сможете его просто Потом повторять И это вам принесет Очень до хера То есть это время Если вы перенаправите На то, чтобы придумать Какую-то сильную ассоциацию И потом ее потеснять И она если стрельнет Просто ее найти Все это Это будет поток Это прям принесет То есть на дистанции Вы гораздо Все равно обгоните Короче Самих себя Вот Поэтому Если есть цель Десять миллионов То За месяц Вы сделали девять Попробуйте Следующий месяц Допустим Так как я предлагаю Вот Потом еще раз По-другому Ну следующий месяц Попробуйте по-другому Ну то есть нет такой идеи Что типа Это просто начало То есть она должна Начать набираться Или нет Или TikTok по-другому Ну типа Или если это классно То она сразу улетает Да Ну Ты видел Кто-нибудь там регистрируется В TikTok Он снимает Видос И там до хера Сразу просмотр То есть Ну столько такого было То есть Даже мне кажется Вначале проще Как бы Мне кажется Залететь И развить Важна идея Самая главная идея Расскажи про планы Что-то Вот у тебя есть сейчас 18 миллионов Да Расскажи Что дальше У меня планы Расписаны на 5 лет Это то Кем я буду В ближайшие 5 лет Да Это то что ты мне отправлял Да То что я тебе отправлял Кстати читал Да И как тебе Офигенно Да Тут есть Разные аспекты И все они ведут К одному То есть я Все это делаю В основном ради того Чтобы Передать мои знания Сотни миллионам людям То есть я еще По пути буду Кстати Развивать свою осознанность И так далее То есть все как-то Происходит так Как должно происходить Я научился думать сердцем Интуиция и сердце Наданы людям для того Чтобы они научились Ими принимать решения Ум Всегда путает человека Абсолютно Всегда он будет путать И путать Он будет выдавать Огромное количество Вариантов ему Но И я учусь думать сердцем Думать сердцем Это шагать неизвестность То есть вы не знаете Что будет дальше Вы просто доверяете И И делайте так Как чувствуете Потому что вы всегда Все чувствуете Хотите общаться С этим человеком Или нет Хотите это сделать Или нет Хотите это кушать То есть вы чувствуете Абсолютно все Но Ваша логика Вас путает Вот И Когда вы проходите Путь Который вас ведет сердцем Вы увидите Что это настолько красиво Что ум бы вам Такое не выдал Я так сказать Это Просто слушаю Что внутри меня Выходит Приходит И так далее И просто иду Даже не знаю Что будет С кем увижу Что происходит То есть я просто Абсолютно доверяю Тому что происходит То есть я в этом плане Уже Понял Что Даже тот путь Который я прошел Я именно должен был Пройти через эти аспекты Чтобы понять Что вот Жизнь Когда ты такой Жизнь такая Ты такой Жизнь такая То есть я должен был Все через все это пройти Вот Именно в той форме В которой я шел Должен был быть В твоем больнице Должен был там Где-то там страдать Должен был быть В долгах И так далее Вот И должен был через все Это пройти Справиться с этим Чтобы потом возможно Помогать другим с этим Проходить И справляться с этим Да То есть И там возможно Это то Зачем я тут нужен К примеру И И это очень красивый путь То есть Ну Я смотрю на все Это очень красиво То есть это классно Казалось что это будет вечность Но нет Это закончилось И началось что-то другое То есть И Так вот Мои планы Входят в ближайшие 5 лет Делать 500 миллионов аудиторий Там в инстаграме В тиктоке В ютубе В твиттере Смотри Знаешь что Вот Я прям Я хочу Чувствую что Люди Кто-то смотрит И думает Ну Потому что я тоже так подумал Помнишь Вот мы с тобой Когда Там два дня назад общались Что Вот ты говоришь Как бы Вещи Которые похожи на осознанные Да Ну то есть То что ты это прожил Сделал медитации Там вот в это все погрузился И так далее Я не считаю себя осознанным Сразу говорю Ну смотри Ну как бы Они вот в эту сторону Да Пытаюсь Но При этом снимаешь ты Как бы Ну Я думаю что по мнению людей Такой довольно Ну Не знаю Абсолютно не сопоставимый со мной контент Просто какой-то Условно Как Пожди Раш Ты сказал Да Во Долбанец Да Нет проблем Но Какая разница Если даже это может происходить Осознанно То есть Что бы человек ни делал Хорошее или плохое Как вы считаете Там или это Одно или другое Это не важно Если Нет проблемы Короче нет проблем Если это происходит осознанно Проблема в том Когда это все происходит Неосознанно То есть в том плане Что Я понимаю Зачем я это делаю То есть Я использую это Как инструмент Для привлечения То есть Я буду влиять на людей Через все уровни восприятия Вот эти 500 миллионов аудиторий Я буду снимать кино Я буду Причем я сделаю Один из самых популярных фильмов в мире И в ближайшие 5 лет Вы это увидите Я сделаю музыкальный альбом Который тоже станет Одним из самых популярных в мире При том что я не суперкрустно пою Просто одной математикой Сделаю И верой Напишу книги То есть я Через разные уровни восприятия Пытаюсь собирать эту аудиторию Что просто передавать знания Потому что если я сразу начну передавать знания Это не работает Вот садгуру пытается Он супер популярен Но Не совсем Допустим как-то Это очень классно работает Типа супер Самый наверное такой этот В духовном мире Но Я допустим нашел другой путь Он ко мне сам пришел И я его прохожу То есть я через То что люди хотят смотреть Я понимаю что они психологически хотят смотреть То на что они так сказать ведутся Я даю им то Чего они хотят То на что они ведутся в данный период Использую это как инструмент Для того чтобы набирать Массовую аудиторию И далее будут там другие этапы Когда я начну смогу Это Доносить до них свои мысли То есть когда у меня Когда если сразу бы начал Ну что кто ты Зачем тебя слушать А так не знаю Дойду до 500 миллионов Может чуть Может чуть слушать начнут Не знаю Чему-то может Чуть больше людей Хотя бы начнут прислушиваться И плюс на тот момент Уже будет наверное Многое сделано Потому что я Тут много чего хочу сделать В целом для людей Хочу заповедники строить Хочу жизнь посвятить тому Чтобы просто что-то улучшать Улучшать То есть вот Я знаете Я как-то сидел И думал о том Что вот я должен жизнь прожить Я думаю о том Блин А я бы прям Все же действительно мечтали Быть супергероями Вот И я пытаюсь То есть меня вот Если спрашивают То тебя вдохновляет Меня вдохновляет Только я в будущем То есть вот Анар Дримс В будущем Меня очень сильно вдохновляет То есть И я думал о том Как я хочу прожить эту жизнь Я думаю о том Блин Мне по-любому надо ее прожить Ну я не могу же ее Просто просуществовать В этом нет ничего плохого На самом деле Это мой следующий этап Я еще там После того как я все это сделаю Там следующий этап Самый будет непростой Для меня Отказаться от всего этого То есть Я полностью откажусь От всего этого И Может быть где-то Минимум на год Я уйду Просто сидеть Вот И хочу это познать Ты не в тюрьму собрался? Не Не в тюрьму Я просто сяду где-нибудь И буду сидеть В природе Какой-нибудь прекрасный Просто Откажусь от всего Материального И просто пойду Путешествовать По миру Чуть ли не знаю А почему ты сейчас Например не можешь это сделать? Этап другой Потому что Вот этот этап Он уже длится Около там Десяти лет То есть Для меня То есть Это Незавершенная история Внутри меня То есть Мне ее хочется завершить Вот И далее Этап Условно достижение целей С одной стороны Достижение целей А с другой стороны Короче Этот этап Нужен для того Чтобы Далее Я мог там Делать там Те вещи Которые будут далее Давайте про альбом Расскажу Вот реально Я Это классная тема Я придумал музыкальный альбом Earth or Space Earth or Space Земля или космос Я Я занимался музыкой И думал о том Блин Мне наверное надо лет 15 Короче До того Чтобы стать каким-то Популярным музыкантом А потом я понял Что если человек решил Делать уборку Не знаю За час Он будет ее делать за час Если решил за полчаса Сделать за полчаса Не то чтобы я сравниваю Там быть Это с уборкой Но суть примерно такова Что если За то время За которое вы решили Что-то сделать За это время Вы это и сделаете То есть Я такой Как я могу это сделать За два года Допустим За два За три года Как я могу Быстрее все сделать Я тогда помню Весь день Сфокусирован был Всего лишь над одной мыслью Как мне сделать Самый популярный Музыкальный альбом В мире И мне пришел ответ На этот вопрос Я набрал Свою аудиторию Используя популярность Доллара И тогда я понял В какой-то момент В какой-то момент Я сделал заявление Что последнюю песню Из этого Альбома Я запишу В космосе То есть Первый человек В своей части Который записал Трек в космосе Таким образом Там уже Туристические полеты Есть Virgin Galactic Blue Origin То есть Это уже не что-то Какое-то Ноу-хау Это реально Они уже летают Просто Так же Подлечу Запишу Трек Это уже Даже доступно Стоит 200-300 тысяч долларов Стоит Это На человека Я так понимаю Перелет И Кстати Очень важный момент Такой Вы можете подумать Вот это какие-то Большие деньги Или это недоступно Не думайте Никогда об этом То есть У меня появилась Вот эта идея Сначала Появилось Все что Я расписал Сидя в моей комнате Я в Москве Расписывал И вот то Что я там себе Расписал Это начало Материализоваться Случились какие-то События Я был вынужден Переехать в Дубай Потом Вот как-то Тут все сложилось И вот это все Начинает материализоваться Потому что Все уже есть Мне не обязательно Самому заработать 10 миллионов долларов Чтобы все это реализовать Они уже есть Есть люди Есть компания Которая хочет быть Допустим С этим связана И таких много То есть Все уже есть Просто соединяйтесь То есть Соединяйте все это То есть И верьте То что это появится Неважно Что бы там Сколько бы вам нужно Не было И там Чего бы вам нужно Не было Все для вас появится Появятся нужные люди Любые суммы денег Абсолютно все Просто поймите Реально чего вы хотите И Таким образом Да Два главных триггера Первый человек В истории человечества Который записывал Свой альбом По срочкам В самых популярных Местах на планете И первый человек В истории человечества Который записал Трек в космосе То есть Я буду проедуть По всей стране В каждой стране Я буду делать примерно 500 миллионов просмотров И Это везде В каждой То есть В стране Везде на локации Работа с местными СМИ То есть И таким образом Очень много людей Будет об этом узнавать Я буду проезжать И я верю в то Что когда я вернусь С космоса Просто Альбом станет Хоть на одну минуту Он должен встать На первую строчку Бибборда Потому что Просто Ну просто математика То есть я разок Уже это делал Здесь Я не буду говорить Я говорю Я говорю И у нас И мы Мы сегодня были В психиатрической клинике Анара Дримса Анара Дримс Номер один Просто его Я говорю Так Увидите И вот я возвращаюсь Из космоса Да Да короче Самое главное Что у меня тоже будет Возможность Посмеяться Это Для меня Это какая-то тема Я вот когда Обожаю такую тему Когда у меня Вот такая тема была Когда у меня было Очень много долгов И люди думали Что все Он труп Типа он не вывезет Он не выживет То есть они Я увидел И вот для меня Вот это Типа делать что-то Типа что-то Из разряда фантастики Это вот Мне подходит Короче Мой профиль Да Я возвращаюсь Из космоса И альбом должен Стать на первую срочку Хотя бы на минуту На пять минут На десять минут Просто обычной математикой За счет того Что очень много людей В мире Типа знают об этом событии И хотя бы Тупо из интереса Зайти посмотреть Ну окей Ну что он там Понаписал И это должно произойти И После этого Дали сразу Этап кино Потому что История настолько Фантастическая Там от Того откуда началось И до куда Она А когда ты Примерно Когда хочешь начать С арбомом В следующем году Мы сейчас строим Музыкальную студию Кстати здесь Я вам покажу Сейчас уже Дизайн Да И дизайнер Просто лютый Я даже Пречитать такого Не мог Он строил студию Мартину Гарриксу Дэвиду Гвету Просто топ-топ Там космос А не студия Просто я как-то Я был в Москве На студию Алекса Дави Многие его знают И у него там Реально космическая студия Я смотрел на это Думаю Блин Как бы И мне бы Такую студию Думаю Я мечтал всегда О ней И Такую студию Прикольно Да И скоро Она начнет строить Она пока в дизайне Я хочу там Создать Написать альбом Музыкальный альбом Да Ну и плюс Это классное место Для творческих Музыкантов И так далее То есть Кто приезжает Мы там можем Почилить И там написать Что-то И так далее То есть Это Так Да Студия Люблю студию У меня В Москве была студия Я жил Вот я говорю На территории Филиграда Я снимал Семь квартир Скажем так И студия еще была И то есть Ты просто спускаешься на парковку Проходишь по ней Поднимаешься на студию Короче Или поднимаешься в офис Короче Супер удобно было И тоже Очень классно Что теперь И тут будет студия Можно будет делать музыку Скажем так Скажем так Руя Существует Весь мир Да Альбом Потом фильм Да Потом фильм Кстати Я также буду там Все задействовать Тикток То есть Это челлендж То есть Ты делаешь эту музыку Далее Просто надо Просто правильно Подобрать челлендж Как нам Сникаронобром Мы сделали То есть Мы запустили Не один челлендж То есть Мне надо просто Запустить челлендж На мир Типа Ну Проеду То есть Придумаю все это Вот И то же самое Далее Когда это все С кино зареализуется Далее С музыкой Далее этап кино Я уверен Что очень много режиссеров В мире Топовых Чуть и не в очередь Станут Для того Чтобы снять кино Основанное Реальных событиях По этой истории Потому что история Будет ну Очень интересная И плюс Это будет очень выгодно Потому что Охваты по всему миру Будут очень большие То есть Очень много людей Будут знать об этом Ну грех не снять кино И не показать его везде Потому что Ну по-любому Так же будут Люди любопытные Они так устроены Они придут посмотреть Вот И поэтому Я уверен Что это так сработает Что это станет Тоже супер популярным Вот И К тому моменту Я кстати Еще такую тему придумал Если кто-то мне Не поможет Я хочу шить Своего персонажа Это кстати Основная вещь Которая мне Супер сильно бустанет Я тоже Вот смотрите Я кстати Рассказываю свои идеи Вообще спокойно Потому что я понимаю Что важна именно реализация То есть Я именно верю в них То есть я понимаю Что я их могу Реализовать Как минимум Я в это верю Вот Поэтому мне Как бы не жалко Я еще До этого хотел Должен буду Рассказать Эту идею Про маркетинг Которая у меня там Вау Вот С волосом Я придумал Я придумал идею Она вообще безумная С персонажем Которая как раз таки Реализует Все эти 500 миллионов Я хочу сделать Своего персонажа Прям один в один Представляете Вы видели Ростовую куку Ну Ростовая куку А допустим Там Мишка Еще кто-то То есть Обычная Ростовая куку Я хочу сделать Ростовую куку Себя И То есть Любой человек По сути Может Меня надеть И Снимать Тикток Вот То есть Я И что я хочу сделать Я хочу сделать Допустим Пять таких кукол И Снимать с ними Тикток То есть Я хочу сделать Популярным Своего персонажа Который выглядит Один в один Как я Я буду с ним Создавать контент До той степени Пока Он не станет Настолько популярным Что Задача Чтобы Вот я сижу С тобой общаюсь А вот там У меня команда С моим персонажем Снимает Тикток И постит Мне в Тикток И это работает Так же Как будто Это я А потом Я это делаю Иксто по всему миру То есть Отправляю команду В Бразилию В Аргентину По всему миру Отправляю Своего персонажа С командой И за единицу Вот я с тобой общаюсь И за единицу времени Один человек Может сделать Единицу контента За единицу времени Я смогу производить 100 единиц контента То есть Я буду производить Больше контента Чего кто-либо В этом мире То есть Даже у меня Вот я Слушаю Короче Даже у меня Просто я привык Ко всякому Я сам Очень люблю Мечтать Визуализировать Сделать Большие планы И так далее Даже я такой сижу Думаю Но он Точно В крае Короче Обезумел Вот пока я с тобой общаюсь У меня Мой персонаж Дает концерт Допустим Одновременно В шести странах Допустим И так далее То есть Таким образом Я буду кучу контента Производить А далее То есть Я буду делать Его индивидуально Под компании Вот допустим Но сряд он умрет Вряд чуть-чуть вымрет Да То есть Но скорее всего Может такое произойти Ну к примеру Когда-то это случится А я к тому Что То есть Дали этим персонажем То есть Ну его суть Он будет очень долго действовать Да Смотрел в черное зеркало Да Там вот была такая серия В черное зеркало Там как раз Персонаж Главный герой Это девушка Которая Супер популярная Певица Вот И ее Ее же продюсер Начинает Короче То есть У нее какие-то Конфликты возникают И ее продюсер понимает Что как бы с ней уже Сложно Скорее всего Она уйдет там И вот И они ее там Что-то травят Или что-то такое Она там В коме находится Вот И Они такую историю придумывают Что они подключаются К ее мозгу И ее мозг Генерит песни То есть Она как бы лежит Но ее мозг И вот И эти песни Будут Типа Короче на сцене Будет такой Лазерный персонаж Ну то есть Голограмма Голограмма Да Будет голограмма Петь То есть А вы как бы Должны быть счастливы Потому что Она там лежит Она Это ее слова Короче Вот Это голограмм И эта голограмма Будет выступать По всему миру Жизнь медийных людей Сводится по сути К созданию контента И как бы К его производительности То есть вначале Как бы с помощью Разных Большого количества Попыток Ты Понимаешь Как бы Качаешь свою Вот эту супер силу Чтобы понимать Как именно Качать дальше Потом С помощью того Что у тебя появляется Вот эта вот точка Точка Ты на эту точку Начинаешь сжать И у тебя Очень сильно растет Популярность И вот в этот момент В какой-то момент Вот здесь вот Нужно не умереть Короче Потому что у тебя Типа Ты понимаешь Что твоя популярность Деньги там И все-все-все Оно связано С тем Сколько контента Ты производишь И вот Когда ты Например На лейбле Условно подписан На лейбл То в этот момент Тебя начинают Просто Ну Херачить Потому что Ты как бы В аренде Это выбор человека Да Это выбор человека Да Вот Ну и хорошо Когда То есть с одной стороны Конечно без лейбла Я считаю Конечно Что у лейблов Тоже есть классные плюсы В том что Ну в начале Мало у кого Реально получается То есть вот это вот Ну они подключают Свои ресурсы Как бы дают Направляют И так далее Вот Но потом конечно Это такая А что ты Как ты относишься к лейблу Это просто есть Вот я ничего не разделяю Для меня все просто есть И это кому-то нужно У меня все очень просто То есть Что бы это ни было Что бы ни творилось Это просто есть И в мире есть разное И кому-то это нужно Да Я просто выбираю То что подходит мне Вот Все у меня супер просто Слушай Вообще На этих словах Вообще просто идеально Я выбираю То что подходит мне То что подходит мне Все просто есть Это кстати вообще Это к вопросу о том Вот к хейту Да например То есть вот часто же Что люди пишут в комментах Там Типа говно Или там Или вот например Ролик Видос кто-то увидел Твой С деньгами И он такой Вот он дурачок Или что-то такое Или наоборот Вот он красавчик Типа оно на самом деле От этого же ничего не меняется То есть оно просто пустое Да Это просто твое Это твое мнение И более того Оно очень сильно влияет На то что происходит В их жизни Очень важный момент Я когда это осознал Я искоренил внутри себя Любое чувство Злости, обиды и так далее Все вот это просто стер Потому что это вредит Только одному человеку Тому от которого это исходит Когда я вижу человека Который допустим Как-то себя негативно ведет Или как-то Я понимаю что это трагедия Это большая Если вы видите человека Который Как-то там негативит Или как-то действует Не совсем хорошо Скажем так Это трагедия И вы должны осознавать Что если бы этот человек Был более осознан Он бы так не поступал То есть И таким людям Надо либо попытаться помочь Осознать Либо не трогать Но не реагировать обратно так же Иначе это просто Вы начинаете это увеличивать Прямо осознайте Если вы видите Что другие люди Ведут себя как-то Нехорошо Это трагедия Именно трагедия Потому что Будь этот человек Более осознанным То есть Это трагедия для него Он не настолько осознан Чтобы понимать То что он делает Он не понимает Что он делает Он не осознает этого И Если вы видите Людей таких То либо Помогите им Осознать до вашего уровня Либо Это Просто идите дальше Если не можете помочь Но Не Развивайте это То есть Не реагируйте так же И чтобы это просто Развивалось Вы просто Из этого Ничего не выйдет Да Ну Бессмысленно доказывать Человеку Вообще Вообще Что-то доказывать Бессмысленно Да Огонь Спасибо большое Ребята Лайки Комменты Да Обязательно На Анар Да что блин У тебя столько подписчиков Что на тебя подписывается Мы справимся Просто Просто Да На меня подпишитесь Да Или В ТикТоке Анар Дримс Все спасибо Блин Офигенно Спасибо большое Круто Ты же мне денег должен Да 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 Это Расскажу Кстати В том числе Один из тех Уже все Закончили снимать Не-не Один из тех Должен был Был Да Должен был И один из тех Кто был в этих 15 миллионах рублях Был у Серега Я прикинь Я об этом не знал Ты кстати потом проверил эту инфу Нет? Я нет Если сможешь По-моему Я что-то такое помню Что кто-то Короче Было два гива Я взял два гива Это было примерно два года назад И не смог их выплатить Обещал что выплачу И не смог это сделать И Где-то месяцев Шесть назад Через Одного из своих менеджеров Там девочка какая-то Настя наверное Я могу что-то найти показать И так далее Да Я отправил ей 200 тысяч рублей Чуть больше даже чем брал Красава Но мы-то уже забыли Да Нам это было все Кстати Почему ты это сделал? А для меня это супер важно То есть это Для самого себя То есть для самого себя Чтобы в моей голове Это не было То есть Мне очень важно Чтобы моей голове Было максимально чисто Все почистить там надо Да В смысле Она говорит Ну это же нормально Что можно кому-то не заплатить Я говорю В смысле это как вообще? Она говорит Ну смотри Ну у них же были косяки Там они то-то-то-то Не сделали Вот мы там пострадали Поэтому давайте Давайте короче Вот этим вот не выплатим Какие-то деньги Вот И короче Ну и мы А и мы там Забанкротили То есть Реально Бизнес в России Это было там 16-17 То есть в России Бизнес был такой Что нас Вот меня конкретно Меня лично Ну Три сети Меня просто Киданули жестко Ну то есть Они просто Просто не платили То есть они Берут товар Потом что Они его продают И потом они говорят Извините Моё лицо Ну как бы Ну у нас плохо Дела Короче Юрлицо Мы закрываем Магазин не переезжает Как бы Просто открывается Новое юрлицо И он Этот же магазин С этими же вещами И иногда С твоими же вещами Которые ты им поставил Он работает Только у него Другое юрлицо А то юрлицо Которому ты поставила Который должен тебе Оно закрывается А они продолжают работать И ты как бы И ты сделать ничего не можешь То есть ты приходишь И они говорят Это вообще другое юрлицо Сори Вот И Ну то есть Это вот была Это было такой Правило У этих Вот У сетевиков И в какой-то момент Короче Мы типа Долго работали И мы начали Типа сделали так же И потом У меня эти ребята Типа спустя там Три года Они мне пишут Типа Серега Ватсап Ватсап Нашли мне Как-то Ватсап Типа Здорово Мы тебе Поставляли Какие-то Шапки А я в Дубае Уже живу Я говорю Какие шапки Вот Говорят Ну там Шапки Типа Миллион рублей Или что-то там Миллион Или миллион Двести Вот Вы нам должны Короче С тех пор Вот Я такой Стасу Бежу помощника Говорю Это реально так Типа Правда Он говорит Да Было пару шапок Да Было пару шапок Да Нет А он в шапке В этот момент сидит В этой Вот Он говорит Я вот уже Четыре года ношу Нет Короче И он говорит Да Было Ну и я просто Сразу отправляю деньги Я говорю У вас есть там Юздотель Или что-то Короче Моим отправили Вот И Но они кстати Даже спасибо не сказали Но все равно Я У меня тоже Такая же была идея Что типа блин Мне просто Мне не хочется Чтобы я был Кому-то должен Вот Потому что я об этом Просто даже не знал Из прошлой жизни Поэтому ты красава Спасибо 200 тысяч дал Это круто Ну все Спасибо А теперь уже точно Конец